МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Красноярске". В прямом эфире новости ТВК. Здравствуйте, меня зовут Илья Зайцев. В ближайшие 30 минут я и мои коллеги о наиболее важных событиях этого дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем со срочной новости. Совещание по вырубке деревьев в Студгородке прямо сейчас проходит в городской администрации. Напомню, на месте зеленой зоны, на улице Борисова, планируется построить общежитие для студентов СФУ. С этим не согласны жители, они настаивают на сохранении сквера. Прямо сейчас пути решения конфликта за закрытыми дверями обсуждает глава города с депутатами и представителями университета. На месте работает моя коллега Екатерина Кашутчик. Она находится возле мэрии. Кать, что известно к этой минуте? Да, действительно, мы сейчас находимся у здания администрации. Буквально несколько минут назад это самое совещание завершилось. Как нам подтвердили в пресс-службе, разговор состоялся. И начинался он еще в 6 часов венчера. То есть можем сделать вывод, что разговор вышел содержательный. Но вот о его подробностях пока ничего не известно. Никаких подробностей не разглашают. Обещают сделать заявление завтра. В том числе заявление обещают сделать и СФУ. Да, спасибо большое. Это была Екатерина Кашутчик. Она находится возле мэрии, где только что завершилось закрытое совещание у главы города, на котором обсуждали ситуацию в сквере на улице Борисова. Как уже сказала Катя, официальное заявление главы города и представителей университета стоит ожидать завтра. Но сегодня, вопреки обещаниям подождать 10 дней, в сквере все-таки начали вырубать деревья. К моменту приезда нашей съемочной группы больше половины насаждений уже было повалено. На территории работали порядка шести лесорубов. За происходящим следили десятки людей, которые до последнего пытались отстоять зеленую зону. Но тщетно. Репортаж с места событий. Без комментариев. Срубили все. Росло 50 лет. А теперь раз и все. Пришли дяденьки. И срубили. Хорошо, видимо, будет здесь. Как в ГОСе прям. Будем ходить по плацу. Все меньше и меньше у нас деревьев остается. Это так все просто делается. Людей обманывают. Десять дней им дают зачем-то. Зачем? Зачем они говорили про десять дней? Через десять дней. Вам десять дней, чтобы решить эту проблему. Какую проблему? Все решено. С нами никто не считается. Нам открытым языком говорят, вы никто. Чмо, быдло. На нас охрану наняли час. Мы не пожалели денег, чтобы нас отгонять. Пока полиция не приехала, они нас швыряли, расшвыривали в сторону. Мужчин вообще по асфальту катали. Аааа, больно! Трупа больно! Вы отпустите и будет не больно. Больно! 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 Я вот этого как раз не чувствую. Че? Ты че делаешь? Че ты тут? Да ничего. Че делаешь, я говорю? Сам иди. Слышь, а почему за твой прав? Как бы ты лезешь? Мы тебя спасаем, если ты не повредился. Понимаешь? Давай спать. Где отмеченные десять дней? Девушка, отойдите в сторону. Ответьте мне на вопрос. Отмечены десять. Почему людям десять дней обещали и так и не выдержали? Я обещал, во-первых, участковый. Все вопросы в милицию, в пресс-службу. Участковый обещал, а вы нет? Я его слова передавал, только все. Муж, вон он мой забор и ставит. А не пойдет забор ставить, его уволят. Отберут общежитие. Да потому что он не может не выйти на работу. Трое детей у меня. А как мой муж без работы будет оставаться? Вот так вот и такие же работники, как мой муж, и деревья валят. Силами наших сотрудников. Хотя нам сказали, будут застройщик деревья все валить. Это беспредел. И все, кто это сделали, должны сидеть в тюрьме. Однозначно. Значит, потому что люди защищают свое здоровье. От эмоций к фактам. Виктория Лопатайте и Захар Письменных сегодня выслушали аргументы сторон. Им слово. Вот какие основные аргументы на стороне бастующих. Во-первых, сквер там, это чуть ли не единственное место для отдыха. Во-вторых, люди говорят, что все происходящее просто незаконно. Это якобы перед строительством нужно было провести публичные слушания. В-третьих, экологи говорят, что с появлением новых высоток экология в городе станет еще хуже. Но и в конце концов, люди просто не верят, что у них появится новый сквер. Потому что подобной площади в студгородке просто не найти. Мы хотим оставить сквер. Потому что не так много осталось у нас сквера в городе Красноярске. А тем более мы, жители этого маленького района, мы не можем себе позволить. Пожилые люди не могут себе позволить, как нам говорят, добраться до Рощи Березовой, добраться до Юнатов парка. Мы хотим, чтобы все было законно. Станет забор строят. Поставили забор сейчас. То есть нас никто не спрашивает. Суши не были пройдены. Это еще проблема на столетие вперед. Она заключается в том, что мы отгораживаем город с наветренной стороны от продувки. Этот вопрос мы уже третий год ставим, что нельзя здесь высотки ставить. Если это компенсация, то предполагается, что такой же сквер в такой же достигаемой близости должен быть. Так ведь, по идее? А где это место? Начать с площади. Где эти 2,7 гектаров для этих домов? Такова позиция протестующих. Ну а что говорят сторонники строительства? Захар. Виктория, очевидно, что многие противники строительства не вникают в некоторые детали этого проекта. Ведь понятно, что его авторы не хотят вредить экологии города Красноярска. Просто иногда необходимо чем-то пожертвовать, говорят специалисты. И вот почему. Во-первых, вместо старых деревьев появятся новые. В руководстве Сибирского федерального обещают организовать другой сквер. Во-вторых, университет с каждым годом становится больше. Приезжают новые студенты. И часто им не хватает денег на аренду квартиры. В-третьих, общежитие должно быть как можно ближе к учебным корпусам. Это удобно и студентам, и преподавателям. Ну и в-четвертых, новый комплекс – это не только место жительства, но и, например, спортивные площадки и вся необходимая инфраструктура для студентов и преподавателей. Будет сквер памяти первого ректора Борисова. И это очень здорово, потому что как раз ту историю, ту культуру, которую мы хотели бы сохранить, и те деревья, которые сегодня жизнеспособны и пригодны, они все будут перенесены. И я думаю, что, опять же, культурная составляющая этого парка, она будет лучше, чем тот сквер, который сейчас есть. С каждым годом поступает все больше и больше студентов, особенно иногородних, кем я, собственно, и являюсь. Мест катастрофически не хватает. В старых общежитиях жить никто не хочет, потому что это настолько ужасные условия, что я просто не берусь это комментировать. Сейчас точно известно только одно – участникам этого конфликта необходимо срочно найти компромисс. Ведь жертвовать нельзя ни развитием университета, ни экологией города Красноярска. Вот такие мнения. Правда, компромисс уже, судя по всему, не найдут, учитывая, что сквер в большей степени вырублен. Мы сегодня спрашиваем вас, наших зрителей, поддерживаете ли вы решения городских властей и руководство Сибирского федерального университета о вырубке сквера в Студгородке. Если да, отправляйте сообщение на номер 90-20 в начале ТВК, пробел и цифра 1. Если нет 90-20, номер прежний, в тексте необходимо написать ТВК, пробел и цифра 2. Также вы можете звонить нам по телефону 265-45-00, отправлять смс-сообщение и загружать с фото, видео, а также ваше мнение в нашей группе ВКонтакте. Группа называется ТВК Красноярск. В ходе выпуска будем обращаться к ходу смс-голосования. Ну а пока к другим темам. Прокуратура выявила массовые разрушения дорог Красноярска. Сотрудники ведомства проверили качество дорожного полотна города. Опасными и, судя по всему, непригодными для проезда признаны 9 улиц, большая часть центра, а также коммунальный мост и остров отдыха. Более того, выяснилось, что мэрия неэффективно расходовала средства муниципального дорожного фонда в прошлом году на ремонт дорог. В итоге неизрасходованными оказались 180 миллионов рублей. А в этом году, напомню, денег не хватает. Очередная авария по вине пьяного водителя. Иномарка на светофоре влетела в троллейбус. Утром на проспекте Металлургов троллейбус остановился на светофоре, а двигавшаяся на большой скорости красная Мазда не успела затормозить. По сообщениям очевидцев, после ДТП виновник попытался скрыться, но повреждения машины оказались слишком серьезными. В пресс-службе ГИБДД города новостям ТВК рассказали, что в крови водители обнаружили 0,84 промилле алкоголя. Охота за пьяными теперь идет не только по выходным, а еще и по будням. Сегодня вечером дорожные полицейские устраивают масштабный рейд «Нетрезвый водитель». Где и кого будут проверять, расскажем и покажем. Сегодня в 23.00. В прямом эфире ночных новостей ТВК с Дарьей Тарасенко. Руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков назвал возгорание автобусов в Красноярске чуть ли не тенденцией. Эти слова сегодня прозвучали в ходе специального заседания в мэрии. Напомню, с начала года на дорогах города вспыхнуло три маршрутки. Все они марки МАЗ. В мэрии наконец признали, речь идет о системной технической неисправности. В нашем городе таких автобусов более 200. Сегодня было решено проверить все эти маршрутки до 28 апреля, заводу-изготовителю предъявить претензии. Более того, на 130 маршрутках установят систему автоматического тушения. Правда, на это потребуется дополнительно более 8 миллионов рублей. Через три минуты в новостях ТВК прямое включение с площади возле торгового центра «Хамелеон», где сегодня вечером началась застройка. Что строят и кто разрешил? Через 15 минут в новостях ТВК одно из подтверждений – весна пришла ледоход на Енисеи. А через 17 минут в новостях ТВК очередная серия проекта «Проверка». Не пропустите. Юлия Мавшович побывала в детской глазной больнице. Все это после рекламы. Это новости ТВК. Мы продолжаем работать для вас в прямом эфире. Прямо сейчас к ситуации с площадью между театром оперы и балета и торговым центром «Хамелеон». Сегодня вечером там огородили площадку и готовятся начать строительные работы. На месте работает мой коллега Захар Письменных. Он сейчас в прямом эфире. Захар, это была достаточно большая парковка в центре. Что там будет и кто это разрешил? Илья, давайте для начала попрошу оператора показать, как сейчас выглядит участок театральной площади. Получается, между театром оперы и балета, новыми отелями и торговым центром «Хамелеон». Все знают, что здесь всегда очень много автомобилей. Даже ночью сейчас здесь только две машины. По всей видимости, владельцы их забыли просто забрать в свое время. Так вот, во второй половине дня сегодня началась подготовка к строительству. Точнее, здесь начали вбивать опоры под ограждение строительной площадки. Так вот, теперь самое интересное. Все, что известно на данный момент. Площадь застройки 2100 квадратных метров. Город потеряет 150 парковочных мест, которые были здесь, причем они были бесплатные. Сроки окончания строительства сейчас неизвестны. И сейчас процитирую официальный ответ Департамента градостроительства на вопрос новостей ТВК. Что же здесь появится? Земельный участок предоставлен в 2008 году компанией СИБ «Нефто». Застройщик обратился в Департамент градостроительства с заявлением о выдаче разрешения на строительство, но получил отказ в связи с несоответствием предоставленных документов действующему законодательству. Небольшое отступление. Потом начался суд. Застройщик выиграл суд. Все, что удалось отстоять администрации, это то, чтобы здесь появилось не пяти, а одноэтажное здание. Что это будет, пока неизвестно. Так вот, в Департаменте градостроительства ссылаются на компанию СИБ «Нефто» и называют ее арендатором этого земельного участка. Так вот, в марте этого года порталу дела представитель компании СИБ «Нефто» дал официальный комментарий. «В настоящее время СИБ «Нефто» не владеет информацией о разработке проектов общественной зоны и к данному земельному участку не имеет никакого отношения». Получается, что сейчас неизвестные, получается так, неизвестные Департаменту градостроительства люди начали огораживать вот эту территорию. Когда закончится строительство и что здесь появится, помимо того, что это будет одноэтажное здание с подземной парковкой, неизвестно. Предполагают, судя по тем эскизам, которые рисовали различные проектные мастерские, предполагают, что здесь будет некий либо ресторанный комплекс, либо торгово-развлекательный комплекс одноэтажный. И это пока все. В ближайшее время мы попытаемся получить подробные комментарии. Фирма «Застройщик» пока ответила, что не может ничего прокомментировать. Спасибо большое, Захар. Это был Захар Письменных, который сейчас находится на площадке, где раньше была парковка возле театра оперы и балета и торгового центра «Хамелеон», где теперь началось таинственное строительство. Если кратко говорить о том, что, по сути, уже случилось. Власти города по решению суда отдают под такую плотную застройку более 2000 квадратных метров. Город потерял 150 парковочных мест в самом центре. Насколько затянется строительство, что там построят и кто сегодня огораживает территорию, никто не знает. Учитывая, правда, что земля в аренде уже несколько лет, а строить начали только сейчас. Мы возвращаемся к главной теме дня – вырубки сквера в Студгородке. Депутаты городского совета собирают деньги на посадку деревьев. Народным избранникам предлагают заплатить от 3 до 5 тысяч рублей в зависимости от размера саженца. А вот что по этому поводу в социальной сети Facebook написал депутат Константин Сенченко. Как-то неловко. Именно Горсовет, принимая год назад генеральный план Красноярска, перевел сквер в студенческом городке из зоны рекреации в зону жилой застройки. И одним голосованием уничтожил 2700 деревьев. А теперь будем показательно садить 30 кустиков. Тем временем другой депутат Владимир Владимиров также в Facebook сегодня написал, что сожалеет, что голосовал за изменения в генплане, благодаря которым вырубка сквера стала возможна. Прямо сейчас цитата. Принял все за чистую монету, теперь каюсь, даже в храм ходил. Конец цитаты. Прямо сейчас Владимир Владимиров на прямой связи со студией, он в телекомпании, готовится к эфиру программы «После новостей». Владимир Владимирович, добрый вечер. Действительно покаялись перед избирателями и готовы ли сделать это сейчас? Ну, после заявления Константина Севченко, да, я как бы показываю, но когда разобрался, на самом деле там ситуация не так. То есть, когда приняли генеральный план, там ситуацию для жителей даже улучшили. То есть, там была зона О2, где на самом деле можно было строить жилье для, допустим, студентов, либо преподавателей. А внесли поправку и сделали так, что только с согласия жителей. И те, кто сейчас там занимается этими, ну, не получено пока разрешение, я так понимаю, кто пытается там что-то проектировать и, скорее всего, будет строить, а пока вырубили деревья, они пытаются использовать старую, как бы, лазику. Ясно, спасибо большое. Это был депутат Владимир Владимиров. Он будет одним из гостей программы «После новостей» сегодня в 20.30 на ТВК. А вы поддерживаете решение городских властей СФУ о вырубке сквера в Студгородке? Так звучит сегодня вопрос нашего СМС-голосования. Если да, отправляйте сообщение на номер 90-20 в начале ТВК, пробел и цифра 1. Если нет, 90-20 в начале сообщения ТВК, пробел и цифра 2. Главную тему дня продолжим обсуждать в программе «После новостей». В прямом эфире узнаем, почему городские власти допускают вырубку зеленой зоны и что нужно делать в этой ситуации красноярцам. Вы можете присоединиться к разговору по телефону 265-45-00 либо зайти в нашу группу ВКонтакте. Группа называется «ТВК Красноярск», оставить комментарий там. А прямо сейчас, мне интересно, можем ли мы увидеть предварительные результаты голосования, которые сейчас продолжаются. Итак, в настоящий момент 20% красноярцев поддерживают вырубку, 80% выступают против. Если вы против или вы за, звоните, голосуйте, высказывайте свое мнение. Но прямо сейчас к другим темам. Субподрядчик сгоревшей высотки на «Шахтеров» объявил себя банкротом. Компания «Контур», которая монтировала фасад, обратилась в арбитражный суд с просьбой признать себя несостоятельной. По информации суда, фирма не может рассчитаться по долгам. Это 88,5 миллионов рублей. Причем об этом заявил как кредитор, так и сами представители «Контура». Напомню, в июне прошлого года компания проиграла процесс по сгоревшей высотке. По решению суда «Контур» должен был возместить СИБ «Агропромстрой» и убытки в 14 миллионов рублей, а также заменить горючую плитку до января этого года. Отмечу, фасад высотки до сих пор так и не восстановлен. Тем временем жилье в Красноярском крае продолжает дешеветь. Падение цен отмечается по всем типам квартир. Так, на первичном рынке стоимость снизилась на 1%. Теперь средняя цена метра в новостройке составляет 50 140 рублей. Вторичное жилье подешевело чуть меньше, на 0,8%. А цена квадратного метра чуть более чем 44 тысячи. По данным Красноярсстата, снижение цен продолжается с последнего квартала прошлого года. И как будут цены вести себя дальше, пока никто сказать не может. Ну и прямо сейчас с другим темом. Каждый второй ребенок рождается с отклонениями в развитии, а родители начинают заниматься проблемой слишком поздно. Сейчас проект «Платная медицина» и сегодня поговорим о детской неврологии. Что такое гиперактивность и дефицит внимания? Как с этим бороться? И есть ли у нас частные клиники, где помощь можно получить бесплатно? Специалисты обращают внимание на то, что очень важно рано выявить заболевания, особенно для детей, родившихся раньше срока, если была патология во время беременности и проблемы в родах. Чем младше ребенок, тем легче он поддается лечению. Методик для лечения неврологических заболеваний очень много. Одна из процедур называется микрополяризация. Спектр назначения велик, в том числе, она назначается при задержке развития, при отсутствии речи или проблемах с речью. Эффект, говорят специалисты, виден практически сразу. У некоторых сразу после первой процедуры, особенно это хорошо видно совместно при проведении микрополяризации с логопедом. Детки прямо на занятиях могут уже произносить те слова, которые до этого не произносили. Глазоньки закрывай, представляешь, что нам хорошо с тобой, что мы на берегу моря, да, поехали. Найти хорошего логопеда в Красноярске тоже непросто. В муниципальных поликлиниках таких специалистов катастрофически не хватает. Да и из-за деньги не всегда получается добиться нужного эффекта. А все потому, уверены эксперты, что плохо срабатывает первичное звено. Педиатры и неврологи не придают значения проблеме. У нас, к сожалению, такая вот тенденция, с чем опять же мы сталкиваемся. Допустим, если мама приходит в двухлетнем возрасте к логопеду, то очень часто логопед говорит, подождите до четырех лет. Или педиатр в поликлинике говорит, вам еще рано говорить. Хотя, в принципе, уже должно насторожить, потому что есть нормы, которыми должны руководствоваться врачи. Медики говорят, когда ребенок на первом году жизни вялый, мало плачет, не оживляется при виде взрослых, то родители должны насторожиться. Также к неврологу стоит обратиться, если у ребенка чрезмерная активность или гиперактивность. Развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности способствует экология, питание, образ жизни ребенка и мамы во время беременности и, как ни странно, развитие медицины. Возможности у женщины сегодня родить большие. Поэтому длительное сохранение, длительный прием гормональных препаратов. Некоторые в течение девяти месяцев практически лежат в стационаре, получают препараты, лежа внашивают ребенка. То есть говорить о том, что родится здоровый абсолютно ребенок, сегодня уже не приходится. Ну и потом имеет, конечно, значение наследственность. Почему? Потому что сегодня здоровых родителей тоже не так много, к сожалению. Диагностика в раннем возрасте позволяет вовремя приступить к лечению и добиться лучших результатов. Поэтому затягивать с визитом к специалистам не стоит. Наверное, каждый слышал о государственном частном партнерстве. Но мало кто знает, как это работает. Потому что во многих сферах медицины это, к сожалению, не работает никак. В области детской неврологии единственная клиника, которая вошла в систему обязательного медицинского страхования – Центр здоровья «Виктория». То есть пройти диагностику и получить лечение здесь можно и платно, и бесплатно по направлению педиатра или невролога поликлиники по месту жительства. Дарья Тарасенко, Виталий Суботин. Новости ТВК. Продолжаем медицинскую тему. Еще вчера популярное лекарство от кашля и боли в горле. Сегодня отзывают из аптек. Препарат «Биопорокс» по распоряжению Росздравнадзора запрещен к продаже. Как говорят в ведомстве, такое решение приняли из-за признания самого изготовителя лекарства. Мол, французская фирма заявила, что польза от спрея ненамного больше, чем риск получить негативный эффект. В Красноярском отделении Росздравнадзора новостям ТВК пояснили, с 15 апреля «Биопорокс» к продаже запрещен. Мы обзвонили несколько аптек, в половине из них лекарства все еще активно продают, а о распоряжении федерального органа просто не знаю, так что обратите на это внимание. Продолжение следует... Подмосковной Барвихи сообщает Эхо Москвы, добавляя, что такое решение было принято после жалоб оппозиционеров на многочисленные нарушения в ходе досрочного голосования. Выборы должны были пройти в это воскресенье. Небольшая избирательная кампания приобрела скандальный характер после того, как в выборах решила принять участие команда Алексея Навального. Накануне все они подали заявление о снятии своих кандидатур с выборов. Причиной этого кандидаты назвали массовые нарушения, в том числе организованный подвоз избирателей. Теперь выборы в Барвихе могут пройти в единый день голосования, 18 сентября. Ну а прямо сейчас возвращаемся к главной теме этого дня, вырубки сквера на улице Борисова. Напомним, против вырубки были следующие аргументы. Был сквер для жителей Студгородка единственное место для отдыха. Строительство на месте насаждения ведется незаконно. Люди уверены в необходимости проведения публичных слушаний. С появлением новых высотных зданий экология в городе станет еще хуже. Более того, люди не верят, что сквер перенесут на другое место. Такой площади в плотной застройке Студгородка не найти. А вот те, кто вырубку сквера поддерживают, уверяют, что вместо срубленных деревьев появятся новые. В руководстве СФУ обещают даже новый парк. Университет с каждым годом становится больше. Это значит, что растет и количество студентов, которым необходимо где-то жить. И важно, чтобы общежития были рядом с учебными корпусами. Это удобно и студентам, и преподавателям. Более того, новое общежитие, по заявлению СФУ, это не только жилье, но и площадки для занятия спортом и вся необходимая инфраструктура для обучения. Ну а прямо сейчас предлагаю подвести предварительные итоги СМС-голосования. Голосование будет продолжаться на протяжении всего сегодняшнего выпуска, а также продолжится в 23.00. Итак, по данным к этой минуте, число тех, кто не поддерживает вырубку, 81%. 19% проголосовали за. Более того, есть комментарии, например, миллионному городу, миллион деревьев, многоточие вырубленных, а также о толку писать и голосовать. Кто нас слушает? Кого волнует мнение людей? Задаются риторическим вопросом наши зрители. Кстати, вырубка идет не только в Студгородке, но и на Николаевской сопке. Там вырубают деревья на месте строительства многофункционального спорткомплекса к универсиаде. Интернет-портал Делару сегодня оценил масштаб с высоты. Сейчас вы видите эти кадры. Как сообщает издание, под вырубку попали деревья не только на территории строительства, также лес проредили для проезда к стройплощадке ради прокладки коммуникации к будущим спортивным объектам. Напомню, что счетная палата края уже сообщала, что на Николаевской сопке вырубили вдвое больше деревьев, чем планировалось изначально. Ну и к приятным новостям. По-настоящему весенняя картина. По Енисею в черте Красноярска поплыли льдины. В Главном управлении МЧС по краю сообщили, что это вскрылось после зимы река Мана. Спасатели напомнили всем красноярцам, которые будут наблюдать за ледоходом, об осторожности. Соблюдайте правила безопасности на льду и воде и наслаждайтесь приятной погодой. Четыре часа ожидания в очереди с младенцами на руках, кабинеты без ремонтов и врачей. Юлия Мавшович побывала с проверкой в детской глазной поликлинике, за которой нужен глаз да глаз. Подробности прямо сейчас. Сегодня мы идем проверять детскую глазную больницу, что находится на Никите на 1В. Елена пишет нам через соцсети жалобу о том, что поликлиника находится на третьем этаже без ремонта. В ужасных условиях находятся и врачи, и мамы. Лифт вечно не работает, штукатурка отваливается. Это лишь небольшое количество замечаний к данному учреждению. Поэтому идем, смотрим и разбираемся, как же можно улучшить условия. На 10.30 у вас был талончик по времени и сидите уже 2 часа дня? А кто, извините меня, перед вами на сколько люди? На 6 утра были записаны? Мы пришли, люди, вообще народу много было. Я даже не знаю, может быть, даже и с ночевой туда. Дети хотят кушать. Запеленать тоже негде. Бардак. Врача нету. А где врач ваш? Без понятия. Сказали, что ушла. К тому же у нас вот задвоенная, получается, запись у девушки вот с двойняшками задвоенная 12.30. И у нас двойня 12.30. Североятно, Татьяна Константиновна сказала, что она будет отсутствовать. Мы сейчас с вами... Подождите, как она может отсутствовать, когда у нее запись на 12.30? Значит, это уже вопрос к Татьяне Константиновне и ко мне, как руководителю учреждения. Сейчас мы Татьяну Константиновну выясним. Пока мы выясняем этот момент, я хочу обратить внимание на условия. Условия, конечно, у врачей и у пациентов здесь аховые. Помимо работы в этом кабинете, у меня есть еще работа в другом параллельном кабинете. Один врач на два кабинета. В этом нет ничего, скажем, предосудительного. Вы сейчас ушли из того кабинета. У вас там тоже очередь? Я хочу вам внести сразу некоторую поправку. 12.30 – это время, назначенное для прибытия. Пациент обязан приехать, ну, как бы, должен приехать к этому времени, которое указано в электронной записи, чтобы сформировалось уже какое-то определенное количество пациентов. Примите моих детей, пожалуйста. Примем сейчас. Вы уже все пообедали. Дети мои маленькие еще не кушали. Почему в других больницах детей принимают маленьких вне очереди? Откидает из одного в другой кабинет. А тут и взрослые, и маленькие. Взрослые, и маленькие. Я обязательно выясню, почему сегодня это произошло. Почему в вашей поликлинике нет места для кормления детей, например? Согласен. Значит, подумаем. Подождите, вы только подумаете? Вы сюда два года назад переехали, вы говорите, что подумаете. Это тоже с бутылочки кормишь, и люди ходят. Пыль стоит. Почему у вас в поликлинике, куда приходят мамы с недоношенными детьми, с двойными, с близнецами, с колясками, с большими сумками, не работает лифт? На второй полугодие этого года запланировано выделение средств из средств горового бюджета для приобретения двух лифтовых кабин. Почему у вас в поликлинике платные бахилы? Платные бахилы? Значит, у нас в поликлинике платные бахилы на усмотрение пациентов. Если они желают приобрести, то приобретают. И правда заставляют? Ну, заставляют. Кто вас заставляет? Мы прошли, нам несколько человек, врачей сказали, оденьте бахилы, либо выйдите. Значит, здесь, конечно, явное нарушение, потому что если пациент не имеет бахил и нуждается в этом, то, конечно, бахилы нужно выдать. В самих кабинетах все гораздо печальнее и плачевнее, чем в туалете. Клавиша работает, туалетной бумаги традиционно нет, как и нет условий, например, для маленьких пациентов. Несмотря на все вышесказанное, родители отмечают профессионализм врачей. Но, к сожалению, и врачам, и детям приходится находиться вот в таких непростых условиях. Будем надеяться, что руководство обратит внимание на те недочеты, на которые раньше глаза почему-то закрывало. А вам предлагаю не молчать, а жаловаться Министерству здравоохранения Красноярского края на подобные ситуации. От нашей проверки никто не уйдет. Елена Мавшевич, Виталий Субботин. Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова